Анют, а где тушенка? Нет тушенки? Ну сейчас сделаем. Тушенку будем делать сегодня с лосятины. Для этого берем кусочек мяса и начинаем его красиво резать. Жирный какой, хороший ось. Отлично нарезается прям так, нежное мясо. Нарезаем кусочки, нежные, вкусные. Малыш, а ну-ка проверь, свежее мясо? Ну как, отлично? Малыш, молодец. Мясо из лося, тушенка будет тоже из лося. Банки пол-литровые, 8 штук у нас готово на автоклав и засыпаем в них по одной чарной ложечке соли. Соль готова, сыпем дальше. Теперь берем немножко перца, 4-5 штучек и на каждую баночку кидаем. Раз, два, три. Еще перчим, еще перчим. Соль насыпали, перца насыпали, теперь по одному лавровому листику. Раз, два, три. Погнали! Первые подготовительные работы мы сделали. Засыпали соль, лавровый листик и перец. Мясо у нас нарезано. Теперь мы все это затрамбовываем. В баночке я покажу сколько. Еще, еще. Теперь мы трамбуем каждую баночку до уплотнения. Сюда доложим, уплотним, чтобы воздуха не было. Мясо лежало плотно. Мясо мы уложили в каждую баночку. Плотненько. Ну и наша фирменная вещь. Мы кладем жирок от гусика. Гусиный жир придаст нам корочку легкой и пикантный вкус. Чтобы было посочнее, мясо постное, мы кладем гусиный жир. Это наш фирменный маленький секрет. Ну вот, в принципе, секретный я его и раскрыл. Теперь был секрет и нет секрета. Вот так, видно, натрамбовали, наложили. Закатываем. А теперь нам понадобятся крышки. Чистые, новые, желательно. Крышку закрываем. Крышку закрываем. Поехали. Проверяем крышку. Ох, чтобы тушенка стала тушенкой, нам понадобится вот такой автоклав. Залили воды и будем пускать банки. Отправляем каждую баночку в автоклав. Всего кладутся у нас. Опускаем крышечку. И следующий ряд. Фу, восемь баночек готово. И крышечку. Все. Вертушечка. Закрываем вертушечкой. Плотненько прижали ее, чтобы она не выскочили баночки по пути, когда греться вода будет. И плотно крышкой закрываем. Автоклав полевой мы заполнили нашей тушенкой и отправляем на огонь. Доводим температуру до 100 градусов. Ну вот и не прошло и полгода. Температура 100 градусов набралась. Теперь убавляем газ до минимума. И держим при такой температуре 1 час 20. Температура упала до 40 градусов. Можно открывать. Тушенка будет готова. Теперь можно есть свою тушенку. Очень вкусную и питательную.